Валерий Духанин. Путь исцеления души. Таинство покаяния. Желание счастья. Почему мы все так стремимся к счастью, желаем радости, ищем блаженства? Подобно подсолнуху, который всегда обращается листьями к солнцу, сердце человека стремится к духовному свету. В этом мире много развлечений, забав, но понасыщение себя ими внутри почему-то остается неудовлетворенность, словно не хватает чего-то самого главного. Преподобный Силуан Афонский, который прошел жизненный путь от крепкого разгульного молодца до умудренного афонского старца, писал «Хоть в мире все красиво, но ничто земное не занимает меня, и душа жаждет только Господа». Познавшая Бога душа ничем не может удовлетвориться на земле, но все стремится ко Господу и кричит, как малое дитя, потерявшее мать. «Скучает душа моя по тебе, и слезно ищу тебя». Дело в том, что душа каждого из нас слишком драгоценна и уникальна, чтобы ее могло насытить хоть что-то земное. Как в храме царит удивительный мир, покой и тихая радость, так и душа, стяжавшая Божию благодать, имеет в себе сокровище вечных благ, несет в себе несказанную радость, становится на самом деле счастливой. «Ибо, — говорил святитель Игнатий Бринчанинов, — как жизнь тела от присутствия в нем души, так и жизнь души от присутствия в ней святаго духа. И нет для человека в этом мире ничего более дорогого и ценного, чем общение с Господом». Однажды преподобный Серафим Саровский, еще будучи иродиаконом, служил литургию в Великий Четверг, когда после малого входа преподобный возгласил в царских вратах «Господи, спаси благочестивые и услышанные». А затем, по порядку службы, обратившись к народу, произнес «И во веки веков его вдруг озарил свет более яркий, чем солнечный». Взглянув на это сияние, он увидел идущего по воздуху от западных церковных врат самого Господа Иисуса Христа, во славе, сияющего незреченным светом, окруженного небесными силами. Уникальное, неведомое нам впечатление произвело это явление на преподобного Серафима. А благодатный свет, бывало, сиял и в лице самого угодника Божия, который всем приходящим к нему с удивительной любовью говорил «Радость моя, Христос воскресе». Не часто даются такие видения людям, но всегда они даются с единственной целью – еще раз убедить нас, что только в Боге можно найти истинную радость, счастье, бессмертие. И не только это, а еще и то, что Бог недалеко от каждого верующего человека, и что в церкви небо открыто навстречу каждому из нас. «С истинными христианами пребывает сам Христос, и человек от соединения с Господом становится благородным, чистым», – говорил псковопечерский старец Савва. «Потому-то, как растению, естественно, обращать свои листья к Солнцу, так и человеку, естественно, стремиться к Небесному Отцу, лишь в нем мы находим успокоение». Почему же мы часто испытываем, словно какой-то невидимый груз, который давит, влечет нас к земле и даже далее, к преисподней? Почему так легко душа теряет радость и внутри воцаряется мрак? Есть два возможных пути для каждого человека – жить как придется, побыть чем неискорененных в себе страстей и греховных привычек, или же попытаться найти и очистить в себе то лучшее, прекрасное, доброе, что вложил в душу каждого из нас сам Господь Бог. Но чтобы идти по пути лучшему, важно понять, что происходит в нашей душе.